Пока идут зимние Олимпийские игры, у нас тут свой Олимп. Правда, в коробчицах. С наступлением по-настоящему зимних дней, которых в последнее время не так много, Гродница не упускает возможность покататься на лыжах, сноуборде или тюбинге. Не упустила такую возможность и наша съемочная группа, чтобы не только рассказать, но и показать вам, как отдыхают современные молодые люди, парк активного отдыха «Коробчицкий Олимп» посетили и мы. Круто, здесь на этой горке первый раз. Друзья рассказывали, что весело, прикольно. Людей, конечно, немного, но погода тоже сегодня. Но покататься классно. Адреналин, особенно с высокой горки, когда едешь, но чувствуется скорость, чувствуется это жизнь. Просто действительно классно. А где, как, когда учились? Здесь, сегодня. Первый раз? Первый раз. И как успехи? Хорошо. Получается. Падений не было. В будний день, да еще и в рабочее время, здесь предсказуемо немноголюдно. В выходные же на склонах совершенно другая ситуация. В эти выходные на каждом из склона побывало минимум 300 человек. То есть на тюбинге отдельная трасса, получается, находится там дальше и здесь. Поэтому это достаточно много, хотя в прошлые годы было еще больше. Тот, кто на лыжах и сноуборде кататься не умеет, выбирает тюбинг. Я первая! Катание на таких надувных санках – отличное и, главное, доступное развлечение для всей семьи. Впечатление самое приятное, вы знаете, что даже для взрослых и детей. А вы часто здесь бываете? Второй раз. Второй раз приехали, приехали вчера, а сегодня дети специально не пошли в садик, потому что поехали второй раз. С тюбингом обычно проблем не возникает. Там все просто – сел и поехал. А вот с лыжами уже сложнее. Первый раз не все получается, конечно. Пытаемся. После занятий приехали. Попробуюсь первый раз. Ну и как, понравилось? Нет? Пусть не получается, но все равно какие-то эмоции, какие-то впечатления. Приедете еще раз? Конечно, приедем. Будете учиться? Будем. Если освоите не только тюбинг, но еще и лыжи и сноуборд, ваш зимний активный отдых станет намного разнообразнее. Впечатления, эмоции незабываемые, конечно, непередаваемые. Мы здесь первый раз, сами не здешние, приехали издалека попробовать, посмотреть, так что всем очень понравилось. Казалось тяжело, потом научились как-то. Хорошее настроение, снег есть, катаемся. Одна приходите или с кем? Нет, с друзьями мы пришли. Сколько вообще катаетесь? Давно? В том году пару раз катался в этом. И как вам вот эта трасса для сноуборда? Для начинающих отлично. Как вам эта трасса? Для любителя или она все-таки для новичка? Для любителя. Для любителя? А вы профессионал? Нет. Нет? Первый раз сюда приехали. Даже, если честно, не ожидал, что такие хорошие горки. Вроде уже конец зимы, но на самом деле очень круто. Хотя первый раз стою, еще разобраться, как снимать. Учиться можно и самостоятельно, но лучше, конечно, когда рядом опытный специалист. У нас есть инспектор. В каждой смене работает инспектор. Понятно, что уровень их позволяет, чтобы поставить человека на лыжи. Понятно, что не достигать вершин олимпийских, но именно для того, чтобы поставить человека на лыжи, обучить самым простейшим, стоять на лыжах, поворачивать, проще, проще, не падать, по крайней мере. Этот уровень они владеют и поделят семье, что обучит любого человека. Вот даже благодарность. Последнее время приезжала семья из трех человек, три девочки. И наш инспектор двоих поставил на лыжи прямо вот за час-полтора. Они довольны были. Одно из них был день рождения. Очень понравилось. Хорошая атмосфера с друзьями. Люди помогают добрые. Скажите, что станут, поддержат. Ну, вообще, шикарная обстановка. То есть, и хотелось как бы зимы. Вот она и пришла наконец-то, и ее можно провести с удовольствием. Встать на лыжи все-таки решились и мы. Для начала подбираем необходимую экипировку. И это не только лыжи, палки и специальный опыт. Так как лыжники мы начинающие, не забываем и о безопасности. Хотя шлем, конечно, не помешает и опытному лыжнику. Играет музыка. Никакой паники. Вы уже можете. Ровненько, ровненько, ровненько. Я рядом. Вот так ровненько равновесие держим. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Держим равновесие. Чуть-чуть вперед-назад. Ни в коем случае не наклоняемся. Наклонились назад. У вас ноги поехали. А теперь плугом тормозим. Тормозим, 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 тормозим. Отлично. Молодец. А я съехала сама двора. Ну, профессионализм. Это дело такое. В общем, слишком ускоренный курс. Проехали очень хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо вам обязательно. Мы здесь. Пенегинчики мои. Я пройду. Вот так. Продолжение следует...